Всем привет! Рубрика «Ответы на вопросы. Как же получить свой первый проект на бирже, когда там не протолкнуться?» Особенно сейчас. Сидим карантинем и пытаемся начать фрилансить. Давайте разбираться с самого начала. Заказчик создает проект на бирже. Да неважно, на этой, на соседней, третьей, пятой, красной, зеленой, синей, все биржи в этом плане одинаковые. Он создает проект, в котором сразу же нет свободных мест. 38 заявок, 47, 46. Что происходит? Люди уже вот так вот, как шпроты, стоят издалека столбиками, выглядывают. Дайте, дайте посмотреть на этого вашего заказчика. Как среди всех вот этих трудоголиков в самом начале пути на бирже поднять свои шансы в глазах заказчика? Вот сегодня я вам дам главный совет. Чтобы вы не уснули, пока я тут буду бла-бла-бла, вот можете немножко порассматривать. Так вот, важно понять, что тот, кто только вчера установил фотошоп и пришел на биржу, новичок. А кто тот, кто, скажем, работает лет 5 или 10 в каком-нибудь модном агентстве и даже руководит целым отделом дизайнеров, и успешно руководит с офигенными работами на биханте. Может быть, у него даже есть черный пояс по придумыванию названий оттенков красного цвета. Но, ситуевина, карантин, забаррикадировали дома и никуда не выпускают, и вот он тоже пришел на биржу. И кто он? Да тоже, ребята, новичок. Это, конечно же, обидно. Столько лет работал, пришел на биржу, машешь, машешь, указываешь, никто тебя не видит, никто не замечает. С самого начала придется, конечно же, немножко попотеть. Первым делом придется оформить профиль. Я не буду открывать профили других фрилансеров, просто чтобы никого не обижать. Ладно, ладно, чтобы не собирать дизлайки. Но пару советов все-таки дам. 2-3 строки текста в профиле, ребята, но это ни о чем. Расскажите о себе. Но только что-то актуальное. Зачем рассказывать, что вы 15-20 лет назад ходили в садик, зато с дизайнерским уклоном? Чем вы сейчас можете помочь заказчику? Вот, расскажите. Но держите себя в руках. Вот эта длиннющая, унылая простыня текста, которая состоит только из букв, без разделителей, без иконок, без смайликов, конечно же, уныло выглядит. Никто это читать не будет. Ну и иконок тоже, смотрите, не пересыпьте. У меня раньше возле каждого заголовка была своя иконка. Я понял, что это все-таки винегрет. Поэтому поставлял какие-то основные, с удовольствием пообщаясь с голосом. Вот дальше вообще ни одной иконки нет. Ну и буллиты просто оставил вот так вот. Ну да, вначале вот немножко отсыпал. В общем, ребят, совет такой. Власти по каталогу. Первая страница, вторая. Неважно, на этой бирже, на второй, на третий, пятый принцип везде одинаковый. Кто уже давно фрилансит, тот уже давно разобрался, какая же нужна информация. Свой профиль переделывал уже раз 50 или 100. Классно, не надо ничего выдумывать. Открыли один профиль, посмотрели, открыли второй, посмотрели. Все уже есть. Просто взяли за образец. Но не скопировали под ноль. Бывает, на веб-блантере появляются ребята, которые написали точно такие же книги. Вот это совпадение. Ах. Вы думаете, вот эта вот штука моя? Вот это резюме из 2012 года? Нет, не моя. А знаете, чья? Моя, привет, снова, снова, снова я, снова мы тут недавно познакомились, и вот меня снова в гости позвали. Да? Мне нужно было какое-нибудь нестандартное резюме. Что я сделал? Открыл картинки, нашел первое попавшееся нестандартное резюме. Оно где-то там нестандартное резюме, а оно где-то тут у меня теперь нестандартное резюме. Вдохновился. Но понимаете, в чем разница? Оно там. Там и осталось. Я никуда не выкладывал. Вот картинки гугла больше не находят мою картинку. Да, с одной стороны четыре глаза не в одном совести, взял под ноль идею и своровал. Вдохновился. Но не выкладывал, в этом большая разница. Когда приходит человек на веб-блантер, вот этот человек. Шесть лет назад я пришел на веб-блантер, и знаете, что я сделал? Под ноль скачал чье-то резюме, вот просто скопировал, ставил, по-моему, какой-то топовый копирайтер был или кто. И просто поменял фамилию, имя, отчество, номер три. Ну, короче, свои данные подставил. А вся информация была написана его словами. Ребята, научитесь сразу писать своими словами о себе. Не пишите чужими словами. Потом вот и появляются вот такие ребята, которые пишут одинаковые книги. В общем, не воруйте. Лучшее вас, про вас. Никто ничего не напишет. Поэтому то, что написали другие, пишите сами. Своими словами. Не копипастите, не клонируйте. И все будет хорошо. Следующий важный пункт, конечно же, портфолио. У кого-то оно есть 10 лет в агентстве, как-никак. А у кого-то нет. Вчера скачал в фотошоп. Где взять портфолио, если заказы никто не дает? Так и заказы никто не дает, потому что портфолио нет. Оставляю ссылку на ролик, где мы подробно эту проблему разобрали. Конечно же, конкурсы. Открытые и закрытые. Обо всем поговорили. Ну а сейчас уже задерживаться на этой теме больше не будем. А вот вам традиционный интерактив. Попробуйте отгадать, что же случилось с этим словом. Какая беда произошла. Самое интересное, что когда ты знаешь про этот баг, баг или фича, то ты мгновенно его определяешь. Вот ты мгновенно посмотрел и сразу заметил. И подсказочка, пиксели тут ни при чем. Ни один пиксель, ни два пикселя, ни даже 10 пикселей. Нет, ни при чем пиксели. Пишите свои догадки в комментариях. Как обычно, всем отвечу. Приходит новичок на биржу. Еще раз напомню, что новичок не обязательно вчера установил фотошоп. Опыт есть. Просто мы вот только-только зарегистрировались. Профиль заполнили. Супер. Работы добавили. Класс. Пойдем в ленту. Будем пулять заявки. Создание дизайна сайта. Улетела заявочка. Дизайн сайтов. Полетела заявка. Работы по сайту редизайну. Запросто. Нарисовать вендосик. Ахаха. Закрытыми глазами. Создать дизайн. Семь внутренних. Да что хотите. Туда заявку. Туда заявку. Полетели эти заявки. Сидим день. Второй. Третий. И тишина. А никто нас не выбирает. У нас такой классный профиль. У нас такие обалденные работы. Мы всем машем. Ребята, вот он. Вот он я. Посмотрите. А никто не замечает. Есть одна большая. Ну или маленькая. Для кого как. Проблемка. Это маленькая превьюшка вашего профиля. Вот этот вот прямоугольник. Думаю на всех биржах он плюс-минус одинаковый. Аватарка как зовут. А потом самый важный показатель. Доверие к человеку. К этому профилю. Конечно же это отзывы. Когда у заказчика в его проекте собираются рядом друг по другом. 50, 40, 70 таких. Прямоугольников. Он не будет тратить время на изучение всех. Все пишут, что я молодец. Давай со мной работать. Я лучше всех все сделаю. Я уже прочитал твою заявку. Там такое пишут. Кто-то просто ставит плюсик и все. Сразу же полетят в корзину те, у кого тут пусто. Несмотря на то, что ты там написал. Хоть ты там стихотворение сочини. Никто это читать не будет. Если стоит рядом прямоугольник, с которым уже работали 20, 30, 40, 100 раз, 1000 раз. Конечно же человек понесет свои деньги туда. Не будет рисковать с пустым новым аккаунтом. Еще и регистрация вчерашняя пусто. Ребята, давайте будем честными. Шансы, но не велики. Особенно сейчас, когда непонятно, чего там будет с экономикой. Думаете, заказчики будут рисковать деньгами и временем? Очень маленькие шансы. Вы, конечно, заявки оставляйте. Никто не запрещает. Нравится дизайн сайта, давай пульнем заявку. Но в первую очередь, главный мой совет к вам. Попытайтесь как можно раньше прокачать немножко, подтюнить вот это вот пустое место. Это очень просто сделать на самом деле. Сейчас расскажу. Небольшое отступление по поводу демпинга. Многие думают, что если заказчик пишет в бюджете 70 долларов, то можно указать 68 или 11 и сразу заказчик твой. Это так не работает. Заказчик уже выделил сумму. Все, вот лежит на столе у него бюджет. Он уже все распланировал. Ему нужно за этот бюджет получить результат. Не то, чтобы он морально с ним попрощался. Нет, он уже морально обменял этот бюджет на результат. Возможно, даже где-то он еще чуть-чуть больше сверху доложил. Каких-нибудь 5-10 долларов, возможно, тоже отложил, чтобы вам потом бонусом прислать. Не вы сделаете дешевле за 60, а вы заработаете в итоге 70 плюс 10, например. Когда он видит, что ему предлагают сделать за отзыв, за 1 доллар, за пару пельмешек. Подумает, что просто идет на связи и все. Сразу отфильтрует. Опять же, если бы там был выбор, не знаю, 2 человека и 1.70, а другой 65 или 1.70, 2.11, то, возможно, он бы хотя бы к вам в профиль зашел. А когда у него там этих прямоугольников, как вы видели, по 40-70 штук, он даже не будет время тратить на идиота. Не будет. Там, где бюджет не указан, возможно, можно как-то чуть ниже среднего указать. Ну и то я бы не советовал. Указывайте ту сумму, на которую вы рассчитываете, которую вы хотите заработать. Конечно же, поначалу за главного 1000 долларов просить с пустым профилем не серьезно. Но 50 долларов, 50 запросто, это не один бакс, это не бесплатно, не за 2 пельмешки. Так вот, главный мой совет. Первым делом стараться прокачать вот эту вот пустоту. Подтюнить ее, получить свои первые десятки отзывов. Десятки, кроме шуток. Идемте-ка покажу. Давайте посмотрим, с чего я начинал. Вот, посмотрим последнюю страницу моих отзывов. Самый конец, в смысле, самое начало. Визитка, сделать JPEG-логотип, создать логотип, шапка и подвал, несколько статичных, очень простых баннеров, доработать логотип, визитка, картинка, новогодний элемент, заменить белый фон. Какое число? 25-12, а тут какое? 9-12. За 2 недели стена отзывов. Супер же. Давайте соседнюю посмотрим. Прорисовать тени на фото с мебелью 100 баксов. Плохо разве? Внимание, внимание, говорит голос из трубы. Слушайте, во время монтажек я заметил, что не сказал важную штуку. Нету 1-баксовых проектов. 10 долларов, 15, 20, 50, 100 долларов, 2 проекта по 100 баксов в самом начале пути. Да, вы обратите внимание, что есть 3 бакса, но там минутная работа, заменить белый фон на фотографии и я ставлю вместо 1 доллара сразу 3. Ребята, цените свое время, не работайте бесплатно или за одну пельмешку. Дорисовать волнистую линию, логотип, поправить две картинки. Видите, никаких дизайнов сайта, изменить готовый фон, логотип. О, главная партнерка, это кажется конкурс, да? Да, первое место, давайте дату посмотрим. Там было 9, а тут 7, 28 дней, даже месяц не прошел. Выиграл в конкурсе. Про конкурсы оставлю ссылку, там все подробно разобрали, участвуйте. Как видите, вот наглядно, все работает. Нужно нарисовать картинки, иконки, баннер, переделать вектор. Давайте посмотрим вот эту дату, 19, 01, а там была 9, 12, значит 40 дней. И за 40 дней стена отзывов, и еще половина стены, значит 20, плюс 10, 30 отзывов за 40 дней. По-моему, это круто. Если бы я вот мог сейчас вот этот совет отправить себе туда в 6-летней давности, то я думаю, я бы это сделал не за 40 дней, а за неделю. Да, думаю так. Так мало того, я еще и деньги какие-то попутно зарабатывал, вон там мне за тени 100 баксов заплатили. Думаю, тут еще 100 баксов, 50. Думаю, я тут нормально за 40 дней еще баксов 400 заработал на вот этих вот пустяковых проектах. А хотите еще больше советов от одного успешного фрилансера? Пожалуйста. Первая книга. Начало. Так и называется. С чего начать свой путь на фрилансе? Про портфолио, про заказчиков. Как найти своего заказчика, как ему себя продать? Вторая книга. Как этому заказчику продать свой дизайн? Сначала продаем себя, потом продаем свой дизайн. Начали делать проект, как в процессе не испортить воздух. Невероятно. 500 страниц такой годноты прочитал два раза. Маме дал почитать. Без воды. Весело. Супер. Просто обалдеть. Всем советую, сейчас это очень актуально, с чего начать фрилансить. Актуально. Ссылки оставлю в описании, можно посмотреть оглавление, ознакомиться. Дизайнер классный. Фрилансер успешный. Классный чел. Классный. Если у вас есть опыт, вы такие проекты будете щелкать, как орешки. За 2-3 недели вы уже сделаете свой профиль, вот этот вот прямоугольничек, конкурентно способным. Все, вы уже из задних рядов перейдете поближе, вы уже заказчика рассмотрите. И он уже может быть вас заметит. А если вы не работали, если у вас опыта нет, но вы хотите заниматься веб-дизайном, то вот самое время начинать на таких проектах, пытаться разобраться, а как это все работает. Как общаться с заказчиком, как получить оплату, как ее вывести, надо ли идентифицировать какие-то кошельки, как оставлять отзывы, как получать отзывы, как комиссию платить. Все это лучше делать на мелких заказах, чем взять какой-нибудь проект на неделю, на две, на месяц, какой-нибудь дизайн сайта, наложить штаны и потом сидеть с испорченным воздухом. Ну, так себе идея, я бы не советовал. Поэтому, ребята, первым делом, неважно какой большой у вас опыт, попробуйте прокачать немножко десятков отзывов на каких-то мелких быстрых заказах. Как видите, это работает. А еще знаете, что работает? Чтобы у вас заказчиков стало больше, а фриланс был успешнее, надо лайк оставить, комментарий написать, ну, например, что за беда случилась с буквой. Чуть не проговорился про интерактив. Так вот, напишите, какая же была беда в интерактиве. Привет можно передать кому-нибудь в комментариях. У нас тут все можно. Скоро увидимся, услышимся. Пока. Ну и вот вам еще немножко вдогонку про конкурсы. Посоветовал человеку все то же самое, что советовал в этом видео, в предыдущем видео про конкурсы. Те же самые советы. Как видите, все получилось. 74 с одного, 48 с другого. Круто. Классно. Супер. Круто. Продолжение следует... Продолжение следует...